Магазин «Магнум» на пересечении Новороссийской и Краснодарской. Недалеко вторая школа. На перемене можно забежать за пирожком, перекусить. Можно было бы, да только опасно. Кулинарная продукция хранится здесь, вне требований санитарей. Для нее не выделили даже прилавка. Видимо, потому что эти полки заняты левым алкоголем. Это смех над законом, понимаете? Над людьми, над законом. Я не удивлюсь, если ребенок придет, десятилетний, вы ему вручите бутылку. Кто имеет лицензию, тот дорожит этой лицензией, потому что ее могут отнять. Но лицензии здесь нет. А потому появление главы Анапы для продавцов сюрприз. Неприятный, правда. Все вопросы к собственнику магазина. Пытаются оправдаться. Но Сергеев согласен только отчасти. Я понимаю, что если вы будете вопросы задавать, то на вашем месте будет кто-то другой работать. А вы будете дома сидеть. Но вообще, вы же совершаете административное правонарушение, как минимум. Вы знаете об этом, нет? Ну, вообще, лицензия же отключается хозяин. Ну, вообще, вы же должны, как ваше дело? Вы же должны посмотреть. А если он вам наркотики принесет и скажет, положи вот здесь и продавай. Так что ваше объяснение не принимается. Не принял глава и объяснение руководителя управления торговлей и потребительского рынка. Допустили такое положение вещей. Несите ответственность. И подписал заявление на увольнение. Резонные вопросы мэр задал руководителю Роспотребнадзора Ларисе Медведевой. Вот спиртные, пожалуйста, полдесятого еще нет, да? Да, вообще нет. Без акцизов. Вот секуритет определяет. Вот товарное соседство. Вот, пожалуйста, продукция. Тут ничего на них нет. Вообще, ничего. Сами посолите. Что хотят творят они? Отработаем, Сергей Павлович. Я вам через неделю доложу результаты. Даже невооруженным взглядом видно, что в магазине с законом не дружат. А уж от специалиста и вовсе ничего не скроешь. Уголок потребителя в недоступном для покупателей месте. Товар выставлен на полу. А скоропортящиеся продукты где придется? Хранение скоропортящихся продуктов. Наверху прилавка. Что недопустимо, видимо, без соблюдения температурного режима. Вовнутрь почему-то половина поставлена в холодильную камеру, а половина выставлена так, что любой может... Который мы продаем ежедневно? А что у нас разные требования к ежедневному? Правильно, вы ежедневно продаете. Два часа достаточно, чтобы за одной микроб был миллиард микробов. И ребенок отравился этими. Все это станет предметом дальнейшего разбирательства. Собственнику магазина придется заплатить за такое предпринимательство. Штрафы не маленькие, а 300 тысяч рублей. Дешевле оформить лицензию и вести легальную деятельность. Но увы. Прибывшая на место оперативная группа описывает и изымает нелицензионный алкоголь. Ответ держать все так же приходится продавцам. Собственник торговой точки так и не появился.